Апрельские тезисы Получил букет цветов, приветственную речь Пошел в местного городского комитета партии Который находился в дворце Шестинской И полностью ошеломил все партийное руководство большевиков Ну, что он там сказал, большинство знают А кто не знает, мы через 10 минут к этому подойдем А начать я хочу с небольшой исторической справки Исторической реварки Которая касается расклада политических сил На момент февральской революции А именно состояния социалистических партий Почему именно социалистических партий? Потому что, собственно, полемика между радикальным и умеренным февральским социалистом Это и есть, собственно, сердцевина вот этих апрельских тезисов и дискуссий большевистской партии Надо сказать, что социалистическое движение в России В этот момент было расколото Расщеплено на много частей И были объективные причины этого До революции 5-го года Социалисты выступали частично вместе с либералами Частично пользовались поддержкой либералов финансово-ориализационной Потом либералы, увидев, так сказать, ужас русской революции Испугались и отошли от социализма То есть даже самых умеренных идей социализма Но организационность традиционно, тем не менее, считалась неприличным Ну, там, не дать переночевать Какому-нибудь лучшему социалисту, которому, значит, надо спрятаться от охранки И в этом смысле, конечно, была такая На низовом уровне такая Продолжалась связь между умеренным крыломерс-либералами и социалистами Ну, или там, например, когда совет Петербургский совет в 5-м году был арестован То самые признанные, самые известные адвокаты Российские готовы были бесплатно защищать Троцкого И остальных членов совета И даже не возникало вопроса о том, что, ну, как бы, деньги там Нет, это было абсолютно естественно То, что демократы должны защищать социалистов После поражения революции 5-го года, 7-й, 8-й год Началось размежевание Размежевание не только между большевиками и меньшевиками, которые на подъем революции 5-го года, 6-м году и так уже чуть там не объединились Организовали, но и во всех фракциях произошло размежевание И основной пункт это было именно отношение к либерализму, к либеральной интеллигенции Выявилось, у большевиков, как известно, у них откололось слева крыло, так называемая Адзе Анисто, да, Луна, Ачарский, Богданов О меньшевике раскололись на несколько фракций, ликвидаторах, которые вообще отрицали подпольную работу И центристское крыло из Чхидзе, Террителе, более умеренное крыло Приханово Но по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему разделам, настоящей критерической точкой стала война Те разногласия, которые казались преодолимыми, во время, с начала войны, они стали абсолютно неразрешивыми Почему? Потому что во время войны ты не можешь занять никакую промежуточную позицию Хотя нет, вам это удавалось Либо ты поддерживаешь свой, своего государства, поддерживаешь царизм в войне Либо ты занимаешь антивоидную пацифистскую позицию, либо ты занимаешь вообще позицию резонного поражительства, как Ленин, да? И вот что происходит со всеми партиями Надо сказать, что и среди большевиков было много оборонцев, людей, которые поддержали Россию в Первой мировой войне А среди большевиков таких было большинство Собственно, Приханов знали когда-то узкомарксизм, взамен ультра-оборонческую позицию Черептели был оборонцем, ну, Чхиидзе более умеренной Марков был интернационалистом, он был в Кенталии, в Табербайде Троцкий был еще левее, да? Это была межрайонная группа, Троцкий уноачавский А дальше, собственно, шли большевики И вот, да, и то же самое произошло с СССРами СССР тоже раскололись Умеренное крыло приняло участие в выборах в Четвертую государственную думу Это стали предумяки Это керевские, это чистые обороты А радикальное крыло, собственно, умеренное крыло Ну, было еще крыло пацифистское, Чернов, который возглавлял И было радикальное крыло, которое потом, собственно, стало левым СССР И там, александрские, все остальные Вот И вот, вот в этот вот абсолютно расщепленный такой политический спектр Петрограда Зимы 16-17 года И сюда, надо сказать, что эти люди, они не то, что они, например, рождовали друг друга Нет, они иногда встречались, пили чай, беседовали Это было странное время И была странная эпоха Дело в том, что охранка перестала хватать революционеров, как это было там за 20 лет И до этого решил, что лучше их контролировать Поэтому все организации, брючевиков, СССР, брючевиков были абсолютно инфильтрованы провокаторами Инфильтрованы агентами охранки На каждом базе забрания, где было хотя бы 10-15 человек Обязательно было два агента охранки Потому что каждый писал отчет, и они должны были совпасть Поэтому арестовывать было сложно уже, чтобы не провалить агентуру Поэтому осталось небольшое количество большевиков в Петрограде В первую очередь, это Российское бюро Центрального комитета Это Шляпник-Залубский Потом Петроградская организация, где в этот момент важную роль играл Молотов, собственно говоря Ну и целый ряд других людей Это было, собственно, более даже левое крыло И была Петроградская организация, была Выборгская районная организация Которая была даже более влиятельной, чем Петроградская Из-за того, что в ней было меньше провокаторов То есть их вообще не было Потому что они росли И как бы вот Черновосов В Петроградской организации И вот происходит революция Но я не буду Мы уже много раз собирались, беседовали о февральской революции О том, как все это происходило И поэтому я специально здесь сделаю паузу Потому что иначе это у нас займет час Я здесь сделаю паузу И вот, собственно, происходит революция Создается Совет рабочих депутатов Рабочие выдвигают своих представителей Создается орган власти И то же самое делают солдаты Солдаты менее организованы, как ни странно Вроде армия, да Но поэтому их оказалось даже больше в Советах Потому что рабочие очень четко считали Отскольки представителей и так далее А что касается солдат То там команды многие небольшие Выбирали представителей в Совет Вот один Совет солдатских депутатов Это две Совет Он состоял именно из двух частей То есть был солдатский комитет рабочий Комитет солдатских числа был больше Собственно, иногда они собирались вместе На пленарное заседание А иногда заседали по частям Заседали они в Тавричество два акция Кто возглавил Совет? Ну, известно как все, да, что февральская революция выдвинула в первую очередь Первые ряды Это умеренные элементы Причем даже в тех партиях, где их, казалось бы, до этого было очень мало Например, эссеры в Петрограде были очень левыми Организацию возглавляла Эксенс, который на самом деле был левый Эссер очень радикальный Потом он вошел в один руководитель ЧК Возглавил антибешевистское восстание эссеров в Москве И был расстрелян Но это, как бы, ни в кое время не уменьшает его крайний радикализм и интернационализм Но, ну и, как бы, большевики, в принципе, были в городе более влиятельны, чем меньшевики Но, конечно, за изъятиями Дело в том, что оборонцы у них был орган, военно-промышленный комитет У нас его Гвоздев Это умеренные социалисты, которые оказали вместе с предпринимателями Как бы, оказывали помощь в производстве оружия Это был такой орган, как бы, классовой солидарности в условиях войны И вот этот орган, он очень сильно поддерживался работодателями То есть, заводчики Они, на самом деле, не увольняли членов этого комитета Всячески его поддерживали Были выборы в этот комитет, большевики Пытались саботировать его работу Иногда успешно, иногда нет Но, тем не менее, вот этот новый орган Он действительно сумел добиться некоторой известности И, собственно, во время Февральской революции Его руководители были арестованы Так же, как было арестовано руководство большевистской партии Городской комитет Это было все в планах, вот, так сказать В планах царского режима по защите столицы Все знали, кто где находится Их всех отставали Но, собственно, в тюрьме они провели один день На следующий день их освободили И буквально на руках не шли в Таврический дворец Где они, собственно, и стали руководством Совета Ну, есть разный подход Некоторые считают, что большевики Они были там на Выборгской стороне Руководили уличными боями Штурмовали полицейские участки А в это время надо было бежать, значит, в Таврический дворец Пока не поздно На такой позиции Ну, это, конечно, вот эти элементы ронии Хотя право состоит в том, что, конечно, надо осознавать, что в рабочих районах не было телефонов Ну, как бы, коммуникации были крайне затруднены В это время И, например, Шляпников, который был формальным руководителем городской организации Вообще во время революции Очень плохо представлял, где кто находится То есть какой-то планомер для работы Ну, только на Выборской стороне она была Просто потому, что там еще и было много Ну, как бы, на многих заводских Не на этих заводах были организации по 30-40 человек И при такой плотности, конечно Они в прямом смысле слова могли докричать друг до друга Послать посыльного и так далее Ну, вот, революция произошла Возникает Совет Возникает Временное правительство Временное правительство, которое создаёт обломки распущенной царем Государственной Думы Это буржуазное правительство Почему Совет поддерживает Временное правительство? Это очень просто Дело в том, что программа всех социал-демократов И большевиков, и меньшевиков Она, вообще говоря, строилась на том, что есть программа минимума и программа максимума Но программа минимума включалась на построение парламентской демократической республики Ну и, собственно, вот Эта республика строится И первым ее шагом Должны быть выборы В учительное собрание А, собственно, провести эти выборы И должен Вот это вот Вот это вот Временное правительство Ну, плюс, идёт война Без правительства совсем как бы нельзя Голод Там надо везти хлеб в Петроград Понятно, все понимают, что какое-то правительство нужно И вот везде есть Временное правительство Его поддерживают и все фракции, на самом деле, социал-демократов и социалистов То есть, эсеры в это время сильно меняются Потому что огромное количество буржуазии, мелкогуржуазных слоёв города Оно вливается в партию Это, так называемые марковские эсеры И партия эсеров совершенно меняет свой баланс То есть, правое крыло в партии численно оказывается во много-много-много раз больше, чем левое Это сыграет важную роль во всей истории русской революции Но что происходит, собственно, в Совете? Ну, Совет, завод делегирует двух человек Там, на скольки-то, тысяч, по-моему, 500 человек Значит, кроме того, в исполнительный комитет кооптируются представители партии По два человека от партии Ну, на самом деле, не от партии, а от фракции Потому что, ну, вот, два человека Три человека от большевиков Вот, три большевиков, СССР, так далее Вот, и там, оказывается, Шляпникова, Заводский, ну, в общем Все, как ожидаем И надо сказать, что большевики, они инстинктивны Первая реакция питерских большевиков Крайне настороженная по отношению к временному правительству Почему? Ну, потому что временное правительство Все, что оно делает для рабочих, это демагогия Война до победного конца Это ключевой вопрос Рабочие его не хотят, солдаты воевать Ну, те, кто в Петерограде тоже уже не хотят Как бы идет массированная агитация с целью вернуть боеспособность армии И, собственно, первая реакция Это, ну, критическое отношение к временному правительству Реакция Петроградского комитета Надо сказать, что Ленина в этот момент Петрограда, как вы понимаете, нет Он в Швейцарии, и он не может вернуться в Россию Как и многие другие политэмигранты Дело в том, что Франция не пропускает Ну, как бы, революционеров в Россию Почему? Потому что Французское правительство, так как английское правительство Ленин всего хочет, чтобы прожекция Оказались, в частности, в России Прекратили Вольду Ленин не может ехать Ну, и как и у Марта, кстати Интернационалистов не может ехать в Россию Троцкий едет в Россию Из Нью-Йорка через Галифакс Это Канада Канада тогда английский доминион И его арестовывают Высаживают с теплохода И более месяца он проводит в концлагере Пока, значит, его не удается Дипломатическими методами Совету добиться его освобождения В это время первыми в городе оказываются сыны Ну, не все Те, кто были сосны, это уж очень далеко Они набирались часто и полтора месяца Поскольку уже доход Ну, когда литерат сошел Но в основном, те, кто сумели быстро добраться до железной дороги Вот они уже здесь И в первую очередь, часть большевиков Это, собственно, делегаты Это, собственно, депутаты Четвертой Государственной думы Это Муралов и так далее И это люди, которые проходили по одному делу с ними Это Каменев и Сталин Ну, значит, башевистская фракция Пролосовала против военных кредитов Была за это арестована И сослана в Сибирь И вот они возвращаются Триумфаль возвращаются Значит, с мидерами от нашей станции Очень быстро оказываются здесь Где-то 15 марта И, значит, оказавшись в Петрограде Они резко меняют линию большевиков Ну, все мы знаем, что Каменев был достаточно умеренным политиком Что же касается, собственно, Сталина То он тоже в этот момент придерживался Но особенно они проехали по России Видели тот энтузиазм масс Направленные, в первую очередь, на единство социал-демократии На установление буржуазной республики И, собственно, курс партии меняется Фактически речь идет о каких-то поддержке временного правительства И даже о каких-то отдаленных планов слияния с мишевиками Обратно в одну партию Но не все так просто Ленин не может вернуться в Россию Но он пишет письма Эти письма становятся известны как письма издалека Пишет, что он их вовсе не в «Не товарищем по партии» А непосредственно в партийную газету «Правда» Которая начинает как раз в эти деньги выходить Но «Правда» эти письма не публикует Потому что то, что пишет там Ленин Разительно расходится с линией газеты С линией партии тоже Ленин категорически выступает против поддержки временного правительства Против учительного соблания он не выступает Считая этот вопрос, скажем так, несущественным Ленин первым заявляет В России установились двое власти Есть две власти Есть настоящая власть Совета снизу Особенно это касается Матерограда и Москвы Для Совета Привущих Нагачих Которые контролируют все Ничто не может произойти без воли Совета Нельзя напечатать газету без воли Совета Нельзя отправить эшелон куда-нибудь на фронт без воли Совета Без воли Совета здесь не поворачивается ни одна железнодорожная стрелка С другой стороны, есть временное правительство Временное правительство, которое является формальным органом власти Которое заседает, ведет переговоры с союзниками О том, что союзники требуют от них немедленного наступления на Германию На Германию, на Австрию, усиления войны Потому что для того, чтобы не дать оттянуть части С Германии, с Руссо-Российского С Восточного фронта на Западный Где в это время союзники терпят поражение И, собственно, вот эти две власти Они сложно существуют То есть Советы пишут действительно декреты Очень радикальные иногда Например, знаменитый декрет о правах военнослужащих Которые отменяют, собственно, смертную казнь в окопах Отменяют военно-полевые суды Отменяют отдание чести И всю вот эту, собственно говоря, армейскую структуру С другой стороны, война не прекращается Естественно, противоречие, оно есть И противоречие по-настоящему Человек, который, вы понимаете, не устраним Невозможно Невозможно Сочетание Совета солдатского Который хочет в мир И хочет ехать домой, делить землю И, собственно говоря, правительство Которое ведет войну в этот момент Через военную Свою, через офицеров и так далее Временно проект предлагал очень сложные методы Как с этим бороться На самом деле Авторитетные революционеры В первую очередь Там, как бы, сами, когда бороться Они становились комиссарами Значит, ехали на фронт И, потрясаясь своими следами от кандалов Значит, это Рассказывали солдатам о том Что необходимо и дальше воевать с немцами Ну, как бы, когда-то это действовало Когда-то нет До какого-то момента Вот А, собственно говоря Советы Ну, как бы Они Ставили свою целью Собственно Именно руководство Советов Ставило свою целью Ну, основной Это, собственно говоря Создали ученики Принятия учительного собрания Ну, эсэра, собственно, Рассказывали на нем победить На учительном собрании Создать свое правительство Ну, меньшевики тоже считали Что они там наберут много голосов То есть, как бы Вот такая До Время до Собственно, до Проведения выборов Рудное собрание Нито ничего делать не хотел Почему? Ну, землю в первую очередь Дело в том, что Россия крестьянская страна Мечта каждого Российского крестьянина Это получить, наконец, Свой кусок земли Ну, то есть, кусок у него был Который ему дали Преформе Его деду дали Преформе 61-го года Но это было мало Собственно говоря У помещикам осталось Много земель Которых приходилось арендовать И, собственно Получение этих земель Это и была историческая Мечта христиан Мечта, за которую В 5-6-м году Жили садьбу И в 17-м году Тоже жили Вот Но Есть проблемы С проведением земельной реформы Понятно Сначала земельную реформу Христиане В серых шинелях То есть, те солдаты Бросятся домой Делить земель Поэтому СССР Партия Которая Партия земельной реформы На самом деле Это единственное Что она Предлагала На самом деле СССР Как большевист По социализации Земли На общем Вот По сути дела Фактически Это был черный передел Земельная реформа Да И вот Эта Собственно Партия Она Не проводит Отказывается От Уволнений Непосредственных требований Солдат Крестьян Да А вместо этого Отвижительное собрание И Ленин чувствует Чувствует Огромные возможности Огромные возможности И Использовать То, что власть В руках Совета Пока Совет Не разоружен Советы вооружились Рабочая милиция Советы Захватили Арсеналы Солдаты Давали оружие Почти все Вообще На каждом заводе Была рабочая милиция Которая Насчитывала 10, 15, 20, 30 Процент Рабочих Это сотни людей На высшенстве Петроградских заводов И Ленин Рвется В Россию Это очень сложно Потому что Непонятно Как проехать Он вступает В переговоры С немцами Через Посредства Латтона Лидера Левого крыла Швейцарства Стал демократией Он договаривается С немцами И проездит За кломбированную Волонию То есть Без Коммуникации С Немцами Тут было Две причины Во-первых Чтобы тебя не экспедитировать Во-вторых Чтобы немцы Хотели Чтобы они Видели Папоганду Антивоенную Тоже И вот Они Проезжают Швейцарию В Швейцарию Швейцарию Через Через Финляндию Собственно Приезжают В Петроград Он приезжает В Петроград Грандиозная встреча Действительно На Финляндском вокзале Цветы Все Но Он абсолютно Обескураживает Всех очевидцев Которые Того же Сухану Все кто видит Потому что Он настроен Очень решительно Очень решительно И В 20-х Швейцарии Он собственно Выступает С апрельскими Тезисами Они Из нескольких Изложений Он Несколько раз Все пересказывал Сейчас мы поговорим Собственно О тезисах Но Прежде всего Надо сказать Что конечно Большинство Руководства партии Было категорически Против Во время Первых Голосований Ленин Был В подавляющем Почти В абсолютном Большинстве Именно тогда Ленин сказал Свою Такую фразу Если партия Не пойдет за мной Я пойду Матросов Фактически Это было заявление О том Что партия Будет расколотой Немедленно И Он создаст На основе Левого Ратикального Крыла Другую партию Собственно Говоря Которая Под Революционными Под революционными Программами Будет действовать Это вызвало Шок Шок По целому Реону Причин Ну Во-первых Собственно Умеренные Крылые партии Камеры Стали Были Большинство Ошарашены Тем Что Ленин Выступал Абсолютно Не с ленинских Позиций Дело в том Что Ленин Не был Левым крылом Расистской Демократии И раньше Ну Левое крыло Расистской Стал Демократии Абсолютно Тяготян Крозере Люксембурга Ленин Он был Более уверенным Скорее Межородной Оренин Каутскому И Ленин Сам Никогда Не заявлял О том Что в России Возможно Диктатуру Пролетариата Непосредственно В отличие От Собственно Говоря Троцкого Например Который Заявлял О пермонентной Революции То есть О том Что Невозможно Непосредственно В ходе революции Становление Диктатуры Пролетариата Ленин У него Другая Концепция Он говорил О совместной Диктатуре Пролетариата И Крестьянство Проблема Создает То Что Крестьянство В России Во много Много Раз Больше И понятно Что При любом Устройстве Такой Диктатуры Крестьянство Окажется Доминирующей Силой Ленин Я не считал На самом деле Что До До 17-го Года Я имею ввиду 14-е 14-е Дискуссия Велась После Февральской Революции После Революции 5-го Года На эту тему Непрерывно Возможна ли Пролетарская Диктатура В России И вот Теперь Ленин Оставляет Свою Позицию И заявляет Да Пролетар Диктатура Пролетариата Возможна Сегодняшней России В чем Состоят Собственно Апрельские Тезисы Ну Первый вопрос Первый тезис Это тезис О войне Надо сказать Что Отношение К войне У Рабочих У Солдат Особенно Было Неоднозначным С одной Стороны Действительно Было Огромное Настроение За окончание Войны С другой Стороны Социалисты Умеренные Они Проводили Политику О том Что Ну Сепаратно Нельзя Заключать С Германией Сепаратный Мир Почему Потому что Это будет Предательством Союзников Потому что Тогда Войска Были Переброшены На Западный Фронт После этого Потерпят Поражение Там Аглия Франция И после Германия Используя Свои Возможности Как Объяснили В войне Она Обязательно Раздает Демократическую Россию И установит Свою Общеевропейскую Гегемонию Ну вот Такая схема И Действительно Как бы Ну Особенно Неграмотные Солдаты Многие Они Велично Такую Пропаганду То есть Они Считали Что Ну Почему Нельзя Как-то Всем Сразу Договориться Почему Нельзя Договориться Там И Огличанам Французы Немцы Ну И русские Если что-то так Удалось Хорошо Все Получилось Ну Пороблема Очень Простая Дело В том Что Если Германия В Действительности Действительно Русская Революция Оказала Большое Влияние На Политику А именно Впервые Германские Депутаты Рейхстага Социалисты Социал-демократы Они Собственно В Апреле 17-го Года Впервые Голосуют Против Военных Кредитов Очередных Таким Образом Умеренное Крыло Германской Социал-демократии А не Умеренное Крыло Находится В препости В этот Момент Умеренное Крыло Заявляет Что Тем Самым Что Оно Требует Прекращения Войны В форме Каких-то Переговоров С Россией Чего-то Такого Но Конечно Ни Франция Ни Англия Которые Ждут Не дождутся Вступления Соединенных Штатов В войну Это вступление Обещано Соединенные Штаты Готовы Принять Участие В войне Одна Проблема Они Не готовы А именно Соединенные Штаты Гигантская Страна С гигантским Населением С гигантским Пророчным Там У них Просто нет Армии Ну Как бы Соединенные Штаты Никогда Не нуждались В армии В нормальном смысле Этого Слово В европейском У них Были Небольшие Небольшие Воинские Части Предназначенные Для борьбы С мексиканцами Индейцами Для того Чтобы создать Современную Армию Вооружить Им нужен Год И собственно Этот год Уже Идет И через Год Соединенные Штаты Вступят В войну И С точки Зрения Франции Англии Судьба Германии Будет решена И в этом Смысле Ни Англия Ни Франция Ни малейшей степени Не хотят Конечно Вести Никаких Переговоров О мире А Германия У нее Есть Только Один путь Либо Одержать Немедленную Победу До Введения До Введения До Вступления Соединенных Штатов В войну А для Этого Конечно Можно Попробовать Заключить С парадными С России Закладить В Париж Выпить Союзников Столкнуть Английские Войска В Ла-Манш Собственно После этого Конечно Трудно себе Представить Что Американцы Решили С вывослиться В Европу И Это Противоречие Международной Политике Оно Неразрешимо И Собственно Говоря Ленин Предлагает Простой Путь Братания Нет Дипломатии Сверху Да Дипломатии Снизу Братания Русских И немецких Солдат На фронте И На самом Деле Прекратить Войну Снизу Второй вопрос Это собственно Второй тезис Это тезис О переходе От революции Буржуазно-демократической К революции Социалистической Ленин Не говорит Непосредственно В этот момент Еще О диктатуре Пролетариата Открыто Связано Это с тем Что Он уж совсем Не хочет Пугать Своих товарищей По партии Пытаются Оставить им Какие-то Лазейки Поэтому Использует Он на самом Деле Терминологию О том Что вот У нас есть Специальные Условия Мы Не можем Говорить Сейчас О социализации О захвате Промышленности Мы должны Говорить О контроле О тотальном Контроле Над Краптиристическим Производством Это кстати Второй А пятый Тезис Но На самом Деле Не очень Важно Важно То что В России Есть возможности Для легальной Работы И эти возможности Надо использовать Для Движения К Социализму А именно Это он уже Говорит прямо Он не говорит Этиптатуры Пролетариата Он говорит О переходе власти В руки Рабочего Класса И ключевое слово Пролетарение Беднейшего Крестьянства Именно здесь В его Схеме Появляется Слово Беднейшее Которого Раньше Не было И собственно Говоря Чуть позже Это будет Развито Ну третий Пункт Он тоже Очень важен Никакой Поддержки Временного Правительства Правительства Которое Выступает За грабительскую Войну Против Мира Четвертый Факт Четвертый Тезис Большевики Оказались В советах В меньшинстве И тем не менее Ленин Ни в коей Мере Не снимает Лозунга Опоры На совет Вот на самом деле В германской Социал-революции Тоже Умеренные Социал-демократы Окажутся Будут контролировать Советы И Спартакисты Выдвинут лозунг Контроль над рабочими Комитетами То есть Будут создавать Параллельные Фабзовковы Параллельные Органы На заводах Но здесь нет Ленин говорит Советы 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 Мы должны Вернуть советы Все в свои руки Именно этим Будет заниматься Партия Весну Лето И к августу Месяцу Петрограде Совет Петроградский Станет большевистским Это Путь Который На самом деле Большевики Пройдут Но сейчас Ленин утверждает Ни в коем случае Не То есть Критиковать Временное Никакой Поддержки Временного Правительства Но Мы Признаем Советскую Власть И мы Советы Власть Советов И мы Боремся За За свои Позиции Советов Третье Значит Это Собственно Говоря Пятый Пункт Пятый Тезис Отказ Парламентской Республики Буржуазная Демократия Имеет Своё Политическое Выражение Парламентская Республика Учредительное Собрание Вы должны Создать Конституцию Будут Парламент И так далее Нет Ленин Говорит Все Уже Есть Власть Уже Есть Органы Власти Они Заводят Советы Они Уже Существуют Все Этого Достаточно Мы Говорим Да Можно И мы Не против Выборов Учительное Собрание Хорошо Они Могут Пройти Мы Не будем Участвовать Только Для того Чтобы Победить В выборах Произгласить Республику Советов Потому Что Мы Выступаем За Производственный Принцип Организации Власти То Власть Должна Принадлежать Представителям Трудовых Коллективов Организованных Непосредственно По Производству Принцип Там Где Большинство Людей Пработают Большую часть В своей Жизни А именно Ну Активной Живкой Они Спят А именно На Производстве Также В этом же Моменте Отрицаются И Другие Важнейшие Институты Буржуазного Государства Эндрис Когда-то Говорил Государство Это Группа Вооруженных Людей Действительность Государства Это И есть Армия Полиция И Чиновничество То есть Три Так сказать Составляющих Машин Все Они Должны Уничтожены Говорить Армия Должна Быть Заменена Милицией Чиновничество Должно Заменяться Выборным Сменяемым Сменяемым Представителями Которые Должны Получать Зарплату Не Вышеквалифицированного Рабочего И Должны Быть Сменяемым В Любое Время То есть Это Не Парламентаризм Когда Человек Выбирает И Потом Он На протяжении Четырех Лет Может Делать Абсолютно Все Что Угодно Нет Здесь Ничего Такого Нет Собственно Говоря Любой Представитель Может Оттого Любой Момент Это Абсолютно Меняет Правила Игры Потому Что В отличие От Буржуазного Депутата Который Может Делать Все Что Угодно На Притяжении Четырех Лет И Дальше Принимает Антирабочий Закон Здесь Нет Стоит Себе Сделать Что То Не Так Собирается Совет Который Собственно Тебя Вызвинул Например Кировским Заводом Один Собирается Совет А это Просто Митинг Всех Рабочих И Они Приним Голосованием Принимают Решение Отставить Тебя От Твоей Выборной Должности В Аграрной Программе И Что Такой Беднейший Крестент Батратские Советы Батраки Сельскохозяйственный Пролетариат Ленин Не Обирается Больше На Крестентство Он Говорит Мы Обираемся На Сельскохозяйственных Криллях На Батраков Это Не Прокатило В России Где На самом деле Сельскохозяйственных Криллях Был Незначительным Но Очень Хорошо Сработало Например В Латвии Большой Кроме Того Ленин Выдвигает Очень Радикальную Программу Земельной Реформы А Именно Он Выступает За Национализацию Земли Выступает За Создание Государственных Предприятий Общественных Предприятий Из всех Крупных Помещих Хозяйств С Больше Стар Больше Стар Десяти Гектаров В общем Больше Какого-то Площад Крупных Хозяйств Должны Быть Преобразованы Не Должны Быть Разделены Между Крестьянами Должны Быть Преобразованы В Цархозы Это Программа Котория Не Смог Реализовать По Объективной Причине К сожалению Сейчас Нет Возможности На Этому Остановиться Создание На Каждого Крупного Имения От 110 От 120 То От 10 Гектаров Дальше Слияние Всех Банков По Один Общенациональный Банк Осуществление Контроля Над Ним Со Стороны Совета Рабужей Депутатов Странный Лозунг Почему Объединение Банков Необходимо Это И Есть Один Из Элементов Социалистической Программы Превращение Банка Из Института Кредитования Превращение Банка Из Коммерческого Института Финансирования Бизнеса В Расчетный Центр Если Нет Конкуриции Если Они Просто Расчетный Центр Как Теперь Это Называется Расчетно Кассовый Центр И Собственно Говоря Пункт Восьмой Он Замыкает Вот этот Блок Революционный Он Говорит Что Мы Не можем И не хотим Вести Социализм Мы Хотим Установить Тонтальный Контроль Над Производством И Распределением За Общественным Производством И Распределением Продуктов Дальше Идут Собственно Партийные Задачи Которые Поставлены Перед Партией Ну Это Естественные Задачи Тут Собственно Никто Против Созвав Съезда Партии Конечно Никто Не Выступал Большевики На протяжении Многих Лет Не могли Созвать Съезд Партии Они Находились Подпорье Перемена Программы Партии Это Тоже Естественно Потому Что Программа Минифум Просто Устарела Она Выпределена Была В Эмпериалистической Части Дальше О Империализме Империалистической Войне Об отношении Государства И Вот Это То Что Потом Будет Развито В Государственной Революции Государство Камбуд То То Что Тот Опыт Который Макс Вычленил Из Государства Без Классической Бюрократии Да Полная Выборность Полная Сменяемость Ограниченность Всего Чиновничества Ну Исправление Программы Минимум И Пункт Г Пункт Который Вызвал Самой Очень Большой Дискуссией Партии Перемен Название Партии Ленин Призывает Отказаться От термин Социал Демократии Ленин Говорит Теперь Когда Шейдерманы Едут Предали Революцию Мы Не хотим Больше Называться Словом Социалисты Социал Демократы Мы Возвращаемся К Дерману Коммунизма Мы Назовем Себя Коммунистами Это вызвало Огромное Недовольство Партии Поскольку Люди Заявляли Ну вот Вы Выбрасываете Десятилетия Опыта Традиции Наш Почему Потому что Конечно Все Российские Социал Демократы Были Воспитаны На Опыте Германской Социал Демократии И Конечно Для Них Отказ От От Того Что Они Рассказывали Металон Как Идеальная Схема Даже Терминологии Это Конечно Было Ужасно Святатататство Ленин Был Очень Настойчив Был Своего Доминса И Наконец Пункт Десятый Пункт Десятый Это Создание Нового Интернационала Ленин Требует Выхода Он Считает Интернационал Мертв И Требует Создание Нового Интернационала Он Уже Об этом Говорил Не раз Но Важно Другое Важно Что Ленин Требует Разрыва Не С оборонческим Правым Крылом Социал Демократии Не только С Эйдерманом Не только С Нотским Но Также И С Центром С Турмутем С Турмутем С Каутским С Макдалом С Умеренными Социалистами Которые Собственно Которые Были Против Войны Собственно Ну Каутский Против Войны Дерштейн Против Войны Между прочим Если что Он Говорит Нет Мы Против Центра Центр Запятнал тебя Тем Что Поддержал Оборонцев Не Порвался Оборонцем И Ленин Наставил На создание Нового Интернационала Ну Как следует С предыдущего Коммунистического Интернационала Из Партий Полностью Порвавших С Оборонцами И Собственно Говоря Вот Этот Последний Пункт Когда-то Через Несколько Лет Сформируются Вот эти Знаменитые 21 Словя Коммунистерна Вот Собственно То Что Я Хотел Сказать В своем Докладе А дальше Я не знаю Вопросы Сразу Или Просто Я думаю Что Сейчас Тут Хочешь Сказать И Говорить Тоже Я не думаю Что Надо Разделять Просто Мне кажется Люди Могут Высказаться И Одним Из Пунктов Апрельских Тензисов Было То Что Ленин Говорит Сейчас Невозможен Диктор Полетариат Вот Тут Нет Такого Не Введение Социализма А Перехват Контроля Со стороны Среди Рабочих Депутатов Это Есть Диктор Полетариат Контроль Со стороны Среди Рабочих Депутатов Общественным Производством Пере Риспределение Продуктов Ну Я поочел Просто Никогда ставить Заправление Между социализмом И Диктор Полетариат Просто В тексте Я бы хотела Подчеркнуть Что В тексте Нет прямого Призыва Установить Дикторию Полетариат Это контроль За общественным Производством Пере Распределение Ну Это Проприации Прямой Как бы нет А в чем Этот контроль Может осуществляться Если Сами рабочие Не Полетариат Советоваться С капиталистами Не Нет Контроль Не Говорится Болос Почему Советов Рассätt Не Обязательно Национализации Так Zu Ну Ленин А Ленин Не Говорит Нигде Н Национализации Ну Прямо 口 Промышленности Национализация в первых шагах не стояла этот пункт, то есть это получилось как бы вынужденный пункт, по крайней мере, что она началась по образецу в 2018 году, а в 2018 году все буржиадей начали саппортировать, все повезло, что началось саппортировать и так далее. То есть победили в большинстве мировых условиях и все, может быть, национализации будет получилась? Нет, тут есть другой махин. Я хочу сказать, что и на промышленности многие предприятия были национализированы рабочими снизу, рабочим советом снизу. Дело в том, что рабочие, часто рабочие советы создавали невыносимые условия для капиталистов, который, собственно, не мог ничего делать, мог только зарплату ему время платить. Таким образом, они просто выживали капиталистов с предприятия, и его приходилось национализировать, потому что, собственно, делать с ним больше ничего было нельзя. На самом деле, национализация, действительно, в России это было движение снизу. Ну, я имею в виду, собственно, зимнюю весеннюю национализацию 1917 года, когда Ленин сам говорит о ужасном питании и так далее. Ну, это период до военного, зима, весна-ранняя весна 1917 года, до горящей фазы гражданской войны, до военного коммунизма. А снизу-то процессы шли, направленные, конечно, на рабочие. Ну, как бы понятно, если рабочий совет вооружен, и он, собственно, является высшим органом власти, да, то как-то странно, вроде, ему как-то это давать себя эксплуатировать какого-то там это капиталиста. Ну, хотя бы, ну, я просто понимал, как бы, объективно то, что, ну, огромные сложности, которые, ну, стоят перед, ну, на пути, как бы, национализации промышленности, направленной экономики. Ну, так и оказалось, собственно. Ну, хорошо, еще такой вопрос у меня есть вообще по поводу. Ну, я знаю, есть такое мнение, что, в принципе, ну, и даже в том числе, как ты преподносишь, да, в эту историю, но есть такое мнение, что вообще, в принципе, в Китайском, каким образом они были, ну, продавлены, да, в партии, это было антидемократично, с точки зрения, ну, ну, и что это сложило основы для, ну, для, ну, дальнейшего, да, старинского перерождения, в том числе, ну, такие, да, зачатки. Ну, что это такое, там, мне не важно, что решает большинство, я пойду тут матросом, я пойду подверг другую силу или еще что-то. Ну, ну, смотри, во-первых, надо сказать, что партия вышла из подполья, вышла из, ну, из, ну, из царизма с разрушенными, ну, с без нормальных демократических настигутов. В этом смысле не было нормального, полноценного Центрального комитета, съезд партии проводился очень давно, почти все члены Центрального комитета были туда кто-то или иной момент кооптированы, это были не выбранные съезды люди, а кооптированные люди. В этом смысле руководящие органы партии, ну, которым, собственно, с которыми и прибирался Ленин, их легитимность, она даже с такой юридической точки зрения была, конечно, сомнительна. Ну, просто потому, что, ну, как бы, ну, можно сказать, что, как бы, это люди, которые выбрали себя, руководящие органы сами. Ну, в горячие дни, так сказать, от февраля-марта, ну, или, там, чуть раньше, в этом смысле, как бы, ну, с точки зрения вот такой формальный, там, трудно сказать, правило, неправило, ну, Бог, от Ленинга не говорит. Другой вопрос. Как бы, партии были разные точки зрения. Действительно, была московская организация, которая была очень умеренная, а в Петрограде была, там, это с Львовской стороны, которая была очень радикальна и очень левая. И, как бы, ответ, собственно, о том, кто в большинстве окажется, да, могла дать только партийная дискуссия. Ну, и партийные дискуссии было сложно, поскольку абсолютно было непонятно, кто является членом партии. Дело в том, что за, как бы, ну, до начала первой мировой войны, действительно, за членом партии хорошо следили, но потом, в результате массовых арестов, призывов, да и просто во время вспышки ультрапатриотизма в массах, куча людей де-факто вышла из партии. А многие из них, они стали оборонцами, инженерами, членами вот этого самого, этого самого военно-правочного комитета, как там Красный, например. Кто-то из них не захотел вернуться в партию, как Красный, вот в этом моменте. А кто-то, ну, как бы, пришел в партию и, как бы, да, я был членом партии, вот, до августа 14-го года, я тоже, даже, отчетом цикал уже был, да, и я тоже имею право голосом. А его говорят, а где ты был после августа 14-го года, товарищ бывший? Ну, понятно, что, конечно, как бы, то, насколько, ну, понятно, что если бы руководство партии Ленин не продавил, то понятно, что раскол партии принял бы характер дискуссии, конечно, огромной дискуссии партии. И, естественно, ну, как бы, кто-то там бы победил. Но Ленин не раз не ходил, собственно, продавливать, а второй раз он даже более нагло продавил партию по вопросу грецкого мира, как мы знаем. То есть, там, как бы, случай был намного более вопиющий, потому что там-то уже были все, как бы, ну, всех, ну, демократические институты партии, которые как-то голосовали, а я все равно их продавил. Здесь, как бы, случай более сложный, потому что, ну, и надо сказать, что, действительно, многие люди, которые в этот момент выступали против Ленина, они уже через несколько месяцев там не были членами партии. Они были членами, там, Большевистской партии. А многие члены Большевистской партии, ну, интернационалисты, они стали там, были особенные межрайонцы, они вообще не были вообще партией большевиков. То есть, на самом деле, я бы сказал так, Большевистская партия сформировалась в России на основе апрельских тезисов. То есть, люди, которые поддержали апрельские тезисы, они, собственно, и стали де-факто Большевистской партией. Так, вот. При Сталин. Ну, на самом деле, вот, нет, я скажу, очень интересный вопрос про Сталин. Дело в том, что, почему, ну, вот, после апрельских тезисов Ленин, ну, как бы, проводит, наконец, он создает центральный, как бы, вот, выборы в центральный комитет, проходит, проводит там конференция партийная, да, и Ленин всячески продвигает Сталина руководство. Хотя, как бы, Сталин выступал против, ну, его ли, политики. Ну, почему? У нас разные есть мнения, на самом деле, историки, особенно западные, у них там куча своих концептик. Но основная, более такая, она состоит в том, что Ленин, как бы, демонстрирует тем самым, что он абсолютно не злопамятен, что он не собирается, что человек, который перешел на его позицию, ну, как бы, ну, то он имеет полную, как бы, возможно, ну, как бы, он ни в коей месте. Ну, как бы, 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 ну у него все-таки в основном партии составляли московские интеллигенты и питерские рабочие оба и обе эти поделились связано с тем что в москве университет был достаточно левой профессура была вся левая москве а питере наоборот ревниверситет был жесткий контроль над и поэтому здесь партия вообще составляла состоял исключительно из пролетарского элемента но и те и другие не вполне как бы удовлетворяли нужны были партии где еще были большевистские сильные организации в каких территориях как были в донбассе традиционно на урале в Екатеринбурге в первую очередь Эльцин в Одессе Николаеве на самом деле были но как бы но меньше дело в том что как бы ну дело в том что меньше в этот момент меньше там были большие традиции вот начала 90-х как бы вот южно-русских в Карькове были определенные у них были какие-то по Карькове была организация ну в Сибири было много организаций просто потому что туда ссылали ну и как бы из-за большого количества ссыльных как бы там что-то на самом деле были организации ну а что касается Варшавы и Рики то собственно в этот момент они были потеряны ну вот как раз собственно они немцы захватили как раз вот в июне или мае ну что можно как то вот вот вонить ну я Ведущая тишина. Почему при советах, при том, что был реализован какой-то период производственного принципа по образованию депутата, почему в итоге это все выразилось? Это выразилось в 18-м году, в 19-м году. Ну, это как раз очень просто. Дело в том, что это хорошо известно, исследовано, поименно. Дело в том, что есть исследователи, которые просто проследили списочное руководство Совета и рабочей милиции. Дело в том, что просто руководство, то есть активисты Совета, ну, Совет, он действительно включает в себя всех рабочих. Ну, есть какое-то активное ядро, там, рабочих, которые активно участвуют. Ну, началось все, собственно, как бы гражданская война, это, ну, даже раньше, это Красная Армия. Сначала в Красная Армия вообще строилось только рабочей милиции. То есть, ну, просто, рабочая милиция просто уходила на фронт. А рабочая милиция, ну, по грабе, молодежь вся активная, она уходила рабочую милицию. Потом это, собственно, продоотряды, которые тоже, ну, потом это создание органов рабов власти, ну, собственно говоря, которая тоже строилась из тех же самых членов Совета. Просто эти люди, просто они, как бы, ну, этот вопрос изучен, они просто осели в самых разных, там, кто-то погиб, кто-то умер, действительно, там, отград испанки той же самой, тихо, да? Ну, вообще, в своей массе, ну, большая часть этих людей, ну, она стала милиционерами, чекистами, председателями полкомов, красными командирами, ну, кем они только, даже, кем они только не стали. А на заводах их, как бы, их не стало, остался почти, остались пассивные, ну, те, кто, ну, пассивные, как бы, те, кто, ну, как бы, ну, как бы, и просто советы перестали, де-факто, собираться, ну, то есть, они, как бы, ну, от их, ну, то есть, ну, просто рабочие перестали туда ходить, и, тем более, никто не хотел жеваться на рожон, там, ну. А кто-то в нем были их возродить, там? Были. На самом деле, много было, да, на самом деле, даже Сталин пытался в двадцать, там, четвертом году возрождать советы. Все пытались возродить, ну, там, просто, они хотели, как-то, каждый по-своему немного, это, хотели их возродить, но просто, это, просто не очень получалось. Ну, ну, как понимаешь, вот, на самом деле, советы, они сами были готовы возродиться тогда, когда, собственно, промышленности, возродились. Ну, как бы, знаешь, во время, там, индустриализации в двадцать седьмом, там, или в двадцать восьмом году, никакой проблемы создать советы, если бы кому-то это захотелось сделать подлинный. Там, много того, чтобы комбинации не было, ну, или там, где-то еще. Это было очень просто сделать, потому что в этот момент тоже никто не хотел делать. А, там, в двадцать четвертом, ну, просто, если рабочий, он думает только о том, как бы, отвинтить какой-нибудь золотник, бронолатунный, там, вот, принести домой это и сделать из него эту зажигалку, там, или еще что-то, и продать потом за, допустим, мешок, там, мешок картошки, то, как бы, конечно, тут как-то трудно советовать это. Ну, пытались. Ну, просто, ведь, это, как бы, это объективно. Нужно было, нужна была индустриализация или хотя бы восстановление промышленности для того, чтобы, собственно, ну, рабочий класс восстановить. Рабочий класс, там, да, много рабочих классов, тоже как молодежь, как бы, там, пошла на заводы, как-то. Нет, это даже на самом деле, как бы, искренне, там, пытались, пытались, много, ну, до, как бы, до того момента, пока, как бы, Сталин не понял, что действительно это ему не нужно, ну, как бы, он просто это понял, как бы, ну, понял, что, там, против него, там, оппозиция, они, вот, будут спираться на это, он, как бы, все, там. А до какого-то момента, он не хотел. Ну, там, другое дело, что, конечно, каждый хотел, чтобы они, там, были, там, какие-то послушные, ну, как послушные, то есть, ну, даже, понимаешь, не, 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 ну, все хотели, да, большевики предлагали большие усилия, они тоже хотели мне хранить те в Советах, как бы, ну, как бы, там, ну, 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 как бы, да, 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 ну, они хотели, как бы, сами, ну, то есть, нельзя сказать, то есть, там, нету никакого, там, указано, но даже сами, ну, если считать, так, первым Сталинской Конституции, ну, как, вот, указано, да, но к тому времени никаких Советов, у вас, не было. Ну а сейчас эти старые формы, насколько они ритуальны? Советы? Да. Очень периодически. Некоторые вообще призывают, а власть советов, которых нет. Интересно, что вообще такая форма универсальная? Ну, на самом деле, вот сейчас я сначала приведу пример, что, на самом деле, вот, например, в Атинской Америке, да, там сейчас, ну, советовало, хунтами. Я не люблю их. Вот, да, связать хунти. Вот. И там есть, действительно, хунты, рабочие хунты, крестьянские хунты и соседские хунты. Вот. Ну, потому что, действительно, доля промышленного пролетариата падает, значит, куча безработных, куча самозанятых, как бы. Вот, а они, значит, формируют соседские хунты. Ну, но я все-таки думаю, что, конечно, у советов есть большое будущее, потому что все-таки вопрос производства, это, ну, в обществе любом, это вопрос ключевой, как организован производство, потому что, как это производство, где-то распределение, да, и так далее. И, собственно, контроль над производством, это контроль над всем. Если ты контролируешь производство, то ты контролируешь, ну, распределение, все материальные условия жизни и общества, ты контролируешь. И сделать это можно, собственно, ну, вот именно через советы, именно по производственному признаку. Потому что, ну, действительно, люди, во-первых, да и люди на производстве лучше знают друг друга, чем соседи. Это надо прямо сказать. Коллег мы все знаем лучше, чем соседи, которых, как бы, ну, за очень редким исключением, как бы. Ну, на работе большинство из нас знают, ну, достаточно хорошо, изрядное количество людей, да. И, в принципе, можно себе представить даже, там, интеллигентских форматов, как быть, этого дней, можно себе представить, ну, действительно, выдвижение каких-то кандидатов. Мы даже знаем, что вот там, где действительно есть, там, ну, какие-то проблемы, действительно, не только рабочие, но и, там, интеллигенты, они могут собраться, ну, какие-то, какие-то решения, что-то делать. Ну, тут ведь проблема в чем, что, как бы, там, действительно, могут участвовать все, то есть, если по месту жительства, скажем так, да, это активность единиц всегда, то на производстве, ну, где, как бы, ну, все полезали, пошли, это активность всех. Все-таки, ключевой особенность совета, это то, что совет объединяет всех. Это, как бы, вот, каждый должен быть активен. Ну, и это слабость совета, поскольку, как только каждый перестает быть активен, собственно, и советы считают. Ну да, ну, просто, знаешь, как бы, если эти дискуссия … Противотели люди. Что? Противотели людей. Да. Потому что большинство людей было всегда активно… Ну да, просто вообще… Я знаю, почему обычно приезжали… Да, почему всегда это… …потому что, да, большинство, они активно, ну, как бы, Они делегируют кого-то, кто представляет их, скажем, в парламенте. И вообще сегодняшнее обсуждение, я так понимаю, больше всего связано просто с темой возможностей коммунистов для работы в парламенте или невозможность такой работы. Понятно, что в феврале была совершенно конкретная альтернатива, но это реально было главное. Сейчас такое ситуация уже нет, и нет ничего, что укладывало на возможность выделения подобной ситуации для власти. Тем не менее, есть постоянная дискуссия по поводу участия коммунистов, скажем, в парламентской борьбе, например, в Франции, в Греции, еще где-то. Ну, люди, понимаешь, мы не требуем от человека, чтобы он... Во-первых, это связано, конечно, с рабочими дни очень сильно. То есть, если человек приходит на работу к 7 утра, работает до 6 вечера, а потом ему говорят, давай-ка останемся позаседать кто-то еще. Придется на наш марксистский кружок. Нет, ну, кружок-то, может, и придет, там, 10 человек, это не проблема, активисты там, получается. А мало ли там, негде, кто-то пойдет в футбол играть, кто-то на марксистский кружок. А вот так, чтобы все, понимаешь, все, чтобы пошли, это ни разу не просто. Но, с другой стороны, люди работают, там, 4 часа или 5 часа. Это другая, как бы, понимаешь, да, то есть, это другая, как бы, ну, то есть, это качественная разница. То есть, то, что, ну, невозможно требовать, очень трудно требовать, понимаешь, конечно, человек может быть активен, даже, там, работая по 12 часов, там, вот, из последних сил, да, там, вот, на баррикады. Но это все-таки может, там, продолжаться неделю, две месяца, там, да, но, ну, в принципе, нельзя нам требовать постоянной активности. С другой стороны, но ты ведь понимаешь, что это ведь вопрос о перемене труда, вот обо всем этом, да, то есть, о том, что каждая кухарка должна управлять государство. Вот же вопрос об этом, то есть, о том, что каждый должен, ну, члены совета должны, собственно, ну, выполнять административные функции, должны выполнять контрольные функции. И это, да, происходит в рабочее время, понимаешь, то есть, то есть, то есть, то, что они выполняют, там, судебные функции, да, ну, так и было, кстати, суди в Советском Союзе, ну, против некоторого времени, они, собственно, были вообще все непрофессионалы. А потом из трех судей два были, наверное, засчитали, потому что принципиально не имели магического образования. То есть, и при этом они получали, ну, то есть, за другую работу. Ну, я выясняю, что у нас с советского времени осталась тема с инженером по охране труда, потому что именно в других странах никакого нет. У нас-то тоже вот человек подмечает обычно полную ставку, например, и плюс еще там часть ставки инженера по охране труда в свое, ну, выполняется обязанности в свое обычное рабочее время. Я думаю, что советская тема чистая. Ну, наверное, я как-то не, честно говоря, не задумывался. Ну, вот, я не знаю, для чего такого больше нет. Вот, ближе, это не такое. Ну, на самом деле, у нас, например, тоже... В частных советах доплаты сверху уйти. Нет, ну, например, в какой стране хотел сказать, что во всем мире есть... ...все хотя бы смогут от части обязанности, у нас профсоюз с учениками. То, что он функционирует, человек получает, он соответствует числится работником, а от своего времени он просто работает в профсоюзе, и сюда непосредственно, там, в Шапсюме, да? Ну, я тебе скажу, что в Европе очень принято, чтобы... А от рабочих? Ну, Шапсюр, там, профсоюз, ну, активистам уже цехового и выше уровня, ну, профсоюз оплачивает два дня в неделю, например. И человек работает три дня как рабочий, ну, или там, а два дня, он, собственно, или один день, он работает как профсоюзный, ну, освобоженный, пассажирный работник в цехе, и в этот день ему все могут подойти, как бы, и... То есть это, ну... У нас просто было еще круче, у нас, как бы, типа, просто... Ну, например, последники, то есть он вроде как очистится там рабочим, а на основном там инженером чаще. А в действительности, то он, это... Ну, можно платить не профсоюз, а работодатель. Да, платить работодатель. Ну, профсоюз, да. Ну, это привело просто к, там, профсоюзам, которые были сейчас с жилобными профсоюзами, да? Ну... То есть они, им платят не... То есть они, получается, финансирование не из своей профсоюзной базы, а... Да, это не очень важно. Как можно профсоюз отстаивать профсоюз? Да это не очень важно, потому что ведь ставка в союзе была для всех одинаковая. То есть... Ну, и вот так и так. То есть, в принципе, ну, как бы, считалось, что... Ну, там, ну, как принято было, что, значит, вот есть профсоюз, там, профсоюзный, ну, как там, инженер, ну, то есть он на ставке там инженера, получается, 20 рублей, а сидит в профсоюз. Ну, и так к этому относили, что эта ставка, она десятилетиями была, типа, профсоюзной, как бы, и, конечно, директор даже у него в голову не могло это втемяшиться, чтобы... Ну, ее там в профсоюзе отобрать или что-то. Ну, даже давить на, как бы, никого в голову не могло. Нам по-другому все работало. Просто, ну, просто, ну, как бы, просто человек, как бы, карьера. Ну, то есть, поскольку государство контролировало, ну, там, общественные дистанции номенклатуры, институт партии контролировало, так сказать. Ну, если каждый человек пытался сделать карьеру, да, то, соответственно, ну, как бы, люди были сервейные, ну, профсоюзные, в том числе, активисты, они думали, ага. Ну, вот, а вдруг, если я буду, там, все правильно, я, там, все вправо, ну, и, там, плюс к этому, профсоюзный лидер какого уровня всегда был в чьем-то партии, там, ну, когда тоже зависит от партийного собрания, там, вот, там, могут, там, выговоры объявить. Ну, как бы, я думаю, что, конечно, действительно, профсоюзы находились под жестким контролированием, ну, тридцатным, страховым, по крайней мере, очень жестким, ну, бюрократии партийной, но, по-моему, это делалось не через, вот, не через вот этот вот институт, это, как бы, просто было святым, то есть, ну, на это не покушать. Ну, мне кажется, мы ушли, чем мы все живы, потому что, как бы, есть эффект по интересным, по интересным делом. Потому что мы уже утверждаем какие-то вещи, и мы не умеем, не умеем, не умеем, не умеем. Какая выбывок, сказать, организации? Что? А выбросы? Ну, просто, вот, что эта организация была очень левая, и, ну, просто, это была полетарская, чисто полетарская организация, и она, как бы, ну, и вывозка в районе вообще почти не было, мельшевиков, ну, очень мало было, и они, как бы, чувствовали, плюс, они контролировали все заводы на юборской стороне, и они, как бы, чувствовали себя очень уверенно, и вообще, как бы, не считали, что это, ну, они считали, что, ну, могут установить контроль и советами, как бы, это было не так у масштабового города, но, просто, опираясь на реально очень сильные позиции, ну, у себя, как бы, они очень решительные позиции. Ну, они были против объединения, любой формы объединения с мельшевиками, на самом деле, и, как бы, ну, да, ну, это, в любом случае, комитет был очень левый. Ну, просто, это связано с тем, что, ну, в принципе, выборская сторона, это было как Силиконова и Долиново, ну, то есть, это был хай-тек, это наиболее, ну, как бы, промышленные, самые новые заводы. Дело в том, что связано с тем, что выборская сторона, она застраивалась позже, ну, заводы выборской стороны, это были новые заводы, построенные, ну, как бы, ну, до самой войны их строили. Начали строить с 90, там, какого-то, ну, то есть, ну, там, надо сказать, что, конечно, там были, как же там, как-то так, ангропормиани, но сначала там был какой-то завод с кабиной, а потом мы вместе построили военные, государственные, там, купили просто, типа, просто территорию, как бы, ну, и даже заводы переименовали, стали там делать ампеты. Сложнейшее по тем временам, ну, просто, супертехник, на самом деле. Ну, там делали, там, Карла Марса, потом, как бы, стал, там, номер, там, бывший, там, телефонные аппараты, лампы накаливания, то есть, вот, все, как бы, то есть, ну, турбины, ну, там, оборудование различное. То есть, на самом деле, выборская сторона – это, ну, дизеля, да, то есть, это, как бы, ну, высокотехнологичное, высокотехнологичное оборудование, поэтому рабочие были, ну, работали мало, получали много и были очень политизированы. А на Агубовском заводе к 17-му году? Ну, Агубовский завод, Агубовский завод, он же, как бы, ну, военный завод, министерство, ну, военное министерство завод, своеобразное. Ну, там всегда была такая своеобразная. Ну, да, там были высокие зарплаты, но дело в том, что там, как бы, ну, для того, что ты понимаешь, в чем дело. На казенных заводах – это касается и Агубовского, касается и Кронштадтского завода, касается и пороховых заводов. Там, как бы, рабочих по-другому привязывают. Там была, например, пенсия казенная. То есть, в этом смысле, как бы, ну, они тоже там были боевые, но все-таки есть разница между человеком, который получает, там, ну, там, зарплату, там, 80 рублей, там, ну, и за человеком, который получает 40, ну, значит, ну, рассчитывает на пищу и там, ну, в общем, еще какие-то. Конечно, тот, который получает 80, то он, ну, он более стоит поставать, ну, именно потому, что он, ну, более, так сказать, в свободном полете, как бы. То есть, Выборгская сторона, там, в казенных предприятий не было. А Агубовский завод, получается, есть как тягать? Нет, ну, Кмельшевиков там тоже много было, но дело в том, что... Тут еще одна была такая деталь. Дело в том, что во время войны, ну, как бы, вот эти оборонные заводы, они еще выросли. И туда строиться можно было только по великому главу. Потому что, особенно не квалифицированным рабочим, надо сказать, что в Петрограде вообще, ну, вообще в российской промышленности было еще много не квалифицированных рабочих. То есть, вот, в Клятвах пишут, что у нас там хоть козловой кран поставить, считалось абсолютно губостью, потому что гораздо проще 50 мужиков, значит, это с вагами, значит, они-то все передвинуты, это прекрасно, без всякого крана. А устроиться на оборону эти предприятия, ну, как бы, потому что призывы были постоянно, война, и кулаки платили деньги, чтобы своих детей, ну, как бы, по угодам службы, которые, ну, устраивают на эти заводы. И поэтому вот эти вот оборонные заводы, кировские, амбуховские, которые до какого-то, ну, балтийский, которые до какого-то момента были, ну, как бы, большевистки путиловский он включал себя нынешний кировский и северный верх ну там тоже вот и а вот в этот момент просто национальности ну а что начиналось между прочим детей к например начинался на пятом году между прочим тоже с того что это гоконевцы ну как бы там пусть пара в общем я к тому что говорить о 14 ну а 18 большинство заводов казенных там было много нового этого пролетариата пришедшего из деревьев вот как бы выделяться там и китайцы были труд все выводы а а это именно вот заводы хотим русские вот эти вот они как бы там не было такого там именно за рабочие позиции пенсионные рабочие они были территориально нужны нас конечно всю войну выборские райкома конечно было активный и он плюс к этому носит и синергетический эффект он еще лучше сохранил собственно свои партийные организации ну как бы в других там районах так вот не удалось но у них и провалов был убитчик я по 90-е годы читал по агитации завод что типа просто везде как бы агитация идет нормально а вот на агитационном заводе там как бы работе ну тоже сокроэффицированно и там типа не идет никакая агитация ну мы же на самом деле смотрели фильм как раз только что смотрели на киноклубе на нашем смотрели фильм про это агитация как там агитация шла на самом деле шляпников начинал работать на агитационном тоже как бы нет вопрос как бы казенов там живет оборона тоже там требования были немного другие то есть это казенный завод то есть ты как бы любое требование которое ты выдвигаешь ты выдвигаешь прямо это есть министерство военное и плюс там забастовка тоже началась потому что там уволили людей а действительно как бы ну ну потому что большая зарплата ну там даже вот эти вот там пенсии вот это все так было пенсии еще там не было но появится чуть позже ну как бы и люди да там прямо в Тарусской обороны беспорядки начали столкновения с полицией но это все таки вот немного как бы это есть своя специфика также как там на пороховых заводах своя специфика где там свои дисциплина там огромное количество армии на самом деле вот на всех казенных заводах прямо был когда-то жандар который значит вот сам директор директор генерал а его заместитель жандарский капитан да нет просто ну как бы сейчас такого нет казенных заводов ну вот знаешь вот такой активист он своем время ввел работу в разомахе 16 успешно кстати очень большой профсоюз защиты ну вот как бы вот к сожалению как бы у своего сына можно спросить который ему когда помогал вполне себе жить как бы ну как вот работать в разомахе 16 за колючки за тремя рядами колючей проволоки ну ничего строил до какого-то момента очень успешно хотя это условия там строительство немного другие все это какие-то 90 ну когда плохо ну есть я не говорю что государственные во первых как бы государство государственную рознь многие государственные предприятия действуют в рынке так же как это часто очень аккуратно а вот именно в царском режиме казенные заводы они как бы ну управлять там директор он генерал понимаешь у него заместитель жандарский капитал то есть ну как бы ну то есть у нас вот на большинстве предприятия нету как бы директору не генерала а его замку я зам его обязательно фсб что-то так что это никуда не делось я бы еще в заключение сказал по поводу опресских теннисов то что на самом деле ну вот опресские теннисы а они многие страны через это прошли на самом деле это не чисто как бы ну такая вот ситуация она и двоевластия она часто складывается дело в том что так было например португалия да то есть это теперь это нельзя сказать что двоевластия что это уникальная там абсолютно удивительная русская нет ничего подобного так было на самом деле в германии 18 ну любая революция которая свергает ну вот такой вот как полицейский повод в момент до костную бетатуру вы режим она приводит к разрушению государственной машины полиции и как бы люди которые как бы свергли вот они собственно ну и власть оказывается выкупал валили 50 четвертом году шахтеры они вообще разогнали полицию а то есть они динамитными шашками своими пришли в богату и закидали там полицию армию она разбежалась и все исчезло и как бы вот оказались единственной силы там даже двоевластия не было какой-то потому никакой власти кроме их не было они не захватили они как бы уничтожили старое государство а значит свое они как бы планировали создавать то есть как бы вместо того чтобы создавать свое государство они просто это ну типа там одна из партий демократических она значит постепенно там вот как получается ситуация власти она как бы типична потому что ленинах мало потому что ленина на самом деле он как бы это потому что понимаешь сколько раз такое было падает диктатура да все как бы здорово все мечтали демократии вот давайте учительное собрание я не знаю вопрос о совете без партии могли бы против власти без партии которая бы сказала да есть такая партия ну то есть должна быть обязательно партия партия которая имеет связь с инвизами да ну да то есть партия должен быть положение интеллектуальное руководство которое почему ли им там перестал занимать умеемые позиции из-за войны да ну он на самом деле да то я не понимаю что он не понимал нет ну просто он на уверенность власти он извиневал но я вам просто тут тоже я пора скажу что ну просто были ультралевые там которые объединялись вокруг люксембург это были диржеевские тесняки болгарские ну там ну троцкий там к ним тяготет а были значит это ну как бы ну они вот были просто левое пилое интернационал группа которая ну вот у них там типа все свое а ленин он вот он нет нет надо бы разбирать теперь ошибки других партий в первую власть так нет там же войны что потому что ни в одной из этих стран партия просто она не то что ну не в том что они не смогли просто почти день хотели хотели единственный вот это германии спартакисты хотели ну знаю что там проблема была в берлине спартакистов 50 человек собственно революция произошла в берлине ну как главный событий были в берлине у них вот ну вот в разгар событий 50 человек ну как бы ну то есть просто просто а потому что они независимые из друга потому что умеренно потому что они вышли из независимой социал-демократической партии но от младшего 20 от вашего лифта они ушли же это и как бы они остались в большом очень маленьком меньшинстве а немцы они уже сделали выводы из из русской революции они поняли что главное это как бы всех расстрелить всех поймать и застрелить и как бы собственно это именно эту замысловатую программу они в берлине реализовывали тоже такая была программа ну корнилова как бы понимаешь он это программа там-то была программа не у корнилова местного керенского понимаешь что он делает а керенскому проще ну там как бы носки было гораздо проще все это сделать потому что ну потому что собственно ну понятно вообще то есть потому что ну ему не нужно было там войска вести там откуда-то он просто их аккуратно там собрало а там двое власти было? тоже были советы просто там как бы там тоже было воевласти в Австрии было воевласти а вот в Венгрии тоже было воевласти оно так же разрешилось как в России в Баварии ну вы где? это как бы не это это типично как бы ну просто когда старое государство улучшится там не в ошибках делают там просто ну в дороге не всегда просто вообще находятся люди которые всерьез расщепляют взять власть когда там бывает что не складывается не получается хотят взять но не получается да как в Баварии там в Германии больше было а так как бы чаще то вообще просто и ну никто и не хочет особо ну понимаешь тебе кажется сейчас еще не оказывается в Ангарной партии ну да не оказывается в Ангарной партии ну ну это же просто понимаешь вот эти люди да они думают вот как там вот в Баварии ну вот смотри вот эти шахтеры они смотрят ну все же так будет хорошо мы сел у нас никто это ну как бы все и так мы всех контролируем все ну зачем нам создавать какое-то свое странное государство когда сейчас пройдут выборы мы там на них наши представители на них уигрывают наверное все будет хорошо и мы как бы зачем там какая-то какие-то диктатуру какие-то службы гражданской власть да может быть будет когда можно демократическим путем все как бы прекрасно организовать и там а потом получается что люди которые как бы вот эта партия да которая была создана ну она на самом деле стала там через пятьдесят лет неолиберальной вот это было преимущественно да у нас же был опыт первой революции да вот и это наверное по множеству повлияло ну повлияло по четырнадцатому году тоже сильно повлияло потому что на самом деле ну там не все рабочие принимали участие в революции там это может быть там пятого года хотя многие конечно потому что в основном в Москве больше но за бастом они принимали больше участия а в событии четырнадцатого года почти все тут же тоже были все вообще забастовки встречи с полицией то есть тоже было большое движение конечно надо учитывать что хотя большевиков была очень маленькая структура как начало семнадцатого года но конечно все каждый рабочий ну каждый рабочий в Петрограде знал кто такие большевики кто такие большевики чем они отличаются с этим было все хорошо а возможно ли в нынешней России связать с такими подобными спартачильными способами что возможно ли в России взять власть подобными способами как в Германии в восемнадцатом восемнадцатом годах нет ну возможно ли двоекласть ну как бы религиозная ситуация в России конечно возможно это абсолютно ясно ну периодически никакого 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 способа разрешения экономических противоречий современного уже одно что бы нет это видно и революционная ситуация а дальше революционная ситуация это когда верхи не могут жить по-старому если не хотят жить по-старому а жизнь становится все хуже и хуже это такая ситуация конечно очень так возможно и может даже неизбежно плохое слово не марксистское ну очень возможно скажем так а вот дальше вопрос о том насколько как бы насколько ну даже даже более того даже противоречия могут принять такую форму когда режим падет даже без ну без организованной рабочей партии просто сам падет такое тоже бывает но проблема конечно в том что без организованного руководства ну без вакантной партии без партии рабочего класса в арксивской партии все равно власть никогда не перейдет в руки рабочих она будет валяться до тех пор пока какая-нибудь дисфракция кружуазии ее не подберет даже если государство рухнет то власть будет валяться на земле пока ее кто-нибудь не подберет ну как бы много раз такое не подберет она не подберет не подберет это ну если просто сдаваться если нет то может не подбереть ну ну да все началось движение миру по сути в политике образуется вакуум и сможет как в российском обществе заполнить нет вот это нормальная ситуация дело в том что когда вот такое вот бюрократически организованное сильное государство то что мы называем монопартизм рушится то то поскольку роль государства очень важна но она как бы инфраструктура к тому как государство очень сильная то да когда она рушится возникает вакуум власти ну а кто вот берет ну мы должны подобрать ну вот народ еще там главный собрался последний 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 по данным на нашем канале здесь здесь вырыгать я говорю не может только данным на нашем канале а может спросить о влиянии анархистов 18 можно можно на самом деле в Советах влияния анархистов было умеренное рабочее были в Кронштадте среди матросов почему там анархисты были сильными потому что ненависть к драконам к офицерам она конечно огромная была в матросской среде это был концлагер такой в Кронштадте и действительно просто ненависть к власти вот этого действительно в Кронштадте были довольно сильные анархисты ну на протяжении весны лета что касается в Москве были анархисты в Питере вот здесь в самом городе меньше как бы ну в Москве да в Москве численно несколько тысяч было здесь сотни но как бы наиболее известным конечно это красавки анархисты именно любой культурными решениями объясняешь влияние анархистов как считается на территорий стран на самом деле на повестку вопрос о демократизации ну скажем так армии да упражнение анархисты для того чтобы для чего она важна то он считает что в жизни уже хватит вот он станет анархистом а а орла и те и другие имеют одну и ту же классовую природу они ничем в экономическом базисе анархисты ну ничем не отличаются классовым своими но и те и другие но я не знаю так они и те и анархисты и эсеры опираются на крестьянство или иного почему у них какой-то человек становится анархистом какой-то левым эсером а как же анархисты и анархисты развеют христиане нет ну и сейчас на самом деле нет синдикалисты это все-таки здесь как бы в ферме говорите о русских анархистах ну как бы синдикалисты это был слабее это в Испании синдикализм в Барселоне действительно синдикализм анархосиндикализм это другой это нескольких принципиально все-таки течение и действительно анархосиндикалисты опираются на обычных хороших ну как бы эсеры тоже бывают в городах но это все-таки они всегда значительно слабее чем другие исторические партии именно эсеры никогда не составляли большинство рабочих советов в Петрограде в Москве в некоторых городах так спасибо всем спасибо 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 спасибо